так всем здрасте немного про амортизаторы добавлю к этому видео про настройка автомобиля я там сказал что она просто вызывает стирание что с этим не стоит сильно играть на самом деле в этом ну отчасти есть небольшой смысл но я просто и избежал немного эту тему и теперь вернемся к этому в общем это амортизатор спортивного автомобиля porsche 911 gt3 то есть он выглядит приблизительно так у него есть крутилочки крутилочки сжатия и крутилочки разжатия да и ну так же у него есть крутилочки быстрого сжатия разжатия ну как и я не совсем знаю как они крутятся но приблизительно видно что здесь есть какие-то крутилочки которые могут на что-то реализировать то есть у него мартизаторы вообще состав у него есть пружина и есть сам вот этот амортизирующая не клапан поршень который то есть либо сжимает внутри воздух либо разжимает ну как бы высасывать всегда воздух да получается здесь находится обычный кислород да может здесь глаза конечно какие-то там gt3 может что трубки оценяется не суть важно главное что у него есть внутри какой-то состав который ну пытается либо покинуть трубку эту либо пытается наоборот нее попасть есть клапана которые удерживают это попадание этого воздуха и либо изнутри либо вовнутрь и у него есть как у обычных gt3 у них настройках есть как быстрый быстрое попадание воздуха клапан какой-то который отвечает за резкое за резкую нагрузку и есть клапаны которые отвечают за более медленно плавную нагрузку на то есть у нас есть пример в неких автомобилей то которые находят ну должны находиться приблизительно по кругу в одном и том же положении то есть им надо приблизительно выдерживать определенный всегда угол то есть это ход сжатия обычного не быстрого обычного сжатия то есть мы получается что нам надо вот мы сейчас въезжаем в поворот да представим себе что это обычный gt3 поворот да мы въезжаем в поворот и машину мы закидываем у нас морда нагнулась немного и за счет этого ну как бы зад закинулся и за счет этого мы можем поворачивать то есть машина поворачивает да дальше мы немного проезжаем к повороту здесь не идеальная траектория но все равно мы подъезжаем в середине поворота и мы понимаем что если в этот положение машина начнет выравниваться то у нас возникнет дискомфорт от того что мы потеряем конец апекса то есть мы не сможем выехать в конец для этого нужно сжатие обычное сжатие которое удерживает эту машину в положении да и и и рожать и именно подогнать под это положение на ну условно говоря рожать и чтобы не раньше рожать я совершила свой путь чем мы закончили свой апекс по из поворота и сжатие чтобы выбрать наилучшее положение в которое она может загнуться чтобы она не совершила более резкий поворот чем бы нам хотелось да и когда он приезжаем концу апекса да то есть то есть ну вот мы выехали из поворота то нам здесь надо рожать и настолько ну сбалансированное чтобы в этот момент машина не закинулась туда сильно и не ну как бы провалилась настолько сильно что мы не мог не смогли бы доехать до поворота и нас раньше бы развернуло да понимаете приблизительно я врубаю дальше это очень вкратце до ход быстрого сжатия и разжатия это приблизительно когда вы пытаетесь сам начале апекса закидывать машину в поворот и в самом конце апекса пытаетесь резко ее отловить для то есть но чтобы она ну вернулась положение которое когда уже перестала полностью быть нагрузки то есть вы уже едете прямо а машина вдруг такая ой а я держусь здесь да я еще думаю ехать боком вы нажимаете на газ и машина такая а ну типа у меня баланс на правое колесо больше и развесовка эта машина вот сейчас вот ну как видно по контуру да условно говоря она должна быть сейчас на это колесо больше нагрузки крыша там все туда сюда компоненты смещены на правую сторону вы нажимаете газ левое колесо немного приподнята вы может максимум там ну какая-нибудь песчинка зайти какой-нибудь поребрик ну небольшой незначительная в таком положении нажимать на газ машина раскручивать левое колесо приземлять снова машина разворачивается в повороте из-за того что она просто не успела вовремя как бы выйти из положения и стать ровно на колеса как то так наверно то есть так работает бомб или бомб с бомб с тропом так что не знаю пользуйтесь иногда помогает ну не иногда часто помогает ну я смотрел по врсом они ставят какое-то ля универсальное число то есть у них вот линейная то есть вход сжатия хочешь выражать то есть они вообще никак это не играет то есть они выставили положение ну то есть у меня ровный вход в апекс ровный выход из апекса я не совсем понимаю как как-то не определили что именно надо линейно все время делать во всех треках там же есть еще моменты такие что у вас есть ямки на дорогах потому что ямки то это тоже ну вот вы едете по прямой у вас ямки на дорогу или выходите из апекса из поворота и у вас на входе в апекс у вас чаще например находится гладкая дорога а на выходе из апекса у вас там блин черт пойми что да и вам вот там вот нужно как раз таки сосредоточить всю работу маркетра потому что может быть на примере сэбринга в конце поворота наиболее важная ну составляющая потому что если вы выходя из поворота у вас там находится именно весь трек ну имеется ввиду именно вся прямая то есть вы уходите из поворота и поехали напрямую если у вас там будет в конце поворота на позднем апексе какой-то ну извиняюсь высельда по вашей по вашему зацепу там и далее то напрямую вы будете гораздо терять больше чем на входе в апекс ну на входе в поворот так что вот всем спасибо за внимание